Здание нынешнего Венсполского техникума было построено в 1906 году. Сначала здесь находилась коммерческая школа, а затем школа ремесел. Во время Второй мировой войны помещения использовались под нужды военного госпиталя. После менялось название школы, но суть оставалась неизменной. Здесь готовили профессиональных работников. Сегодня это Северокурзанский центр компетенции профессионального образования Венсполский техникум. Как и многие техникумы Латвии, эта школа нуждается в срочном капитальном ремонте. Ни для кого не секрет, что учебное оборудование и здания уже морально и технически устарели. В нашей школе обучаются более 600 молодых людей, которые нуждаются в качественном образовании. Работа, вложенная в то, чтобы проект продвигался вперед, осуществлялась при тесном сотрудничестве с Венсполской думой. При финансовой, политической и моральной поддержке городского самоуправления Венсполскому техникуму удалось первым в Латвии разработать проект строительства. И на данный момент уже завершена закупка на строительство. Через месяц начнутся работы. Путь к освоению денег был непрост и долог. Я очень откровенно скажу, сомневался, если смысл принимать участие в заседании кабинета министров, потому что я считал, что это решение уже принято. Что коалиция уже, так сказать, договорилась, да, это Венсполск богатый, зачем им? Пусть самоуправление, если что-то не хватает, пусть самоуправление платит. Министр, кстати, вот перед рассмотрением этого вопроса ушел, господин Тилис, да. Ну, это меня буквально поразило. Вот представьте себе такой маленький вопросик, да, стоит почти 100 миллионов, 11 центров будет по всей Латвии, да, и он уходит. Несмотря на то, что проект продвигался долго, с 2009 года пережил смену сайма, смену министров, в том числе и министра образования и науки, все же нашлись единомышленники, которые поддержали проект. Среди них министр финансов, президент министров и президент Латвии. Услышали и поддержали конфедерации работодателей и различные профессиональные организации. На первом этапе рассмотрения вопроса о присвоении средств кабинетам министров была выделена сумма на 900 тысяч меньше. Теперь сумма, которую выделит Министерство науки и образования, уже обозначена – почти 11 миллионов латов. Проект предусматривает восстановление исторического здания школы. Возле исторического здания построят еще три здания, которые будут предназначаться для развития автотранспортной отрасли, для энергетиков и для деревообрабатывающей промышленности. На углу улиц Юрес и Саулес будет построена новая учебная лаборатория для специализации общественного питания. На первом этаже будет учебный ресторан, доступный для жителей Венсплса. На Лейлот-Зернову-8 будет построена служебная гостиница для студентов нашей школы и не только. Поскольку техникум является центром компетенции, наша миссия – не только обучать студентов, но и предлагать курсы переквалификации, возможности непрерывного образования. И в гостинице смогут проживать обучающиеся по этим программам, а также приезжающие преподаватели. Через каких-то полтора года этот квартал в районе улиц Зернову Юрес и Саулес можно будет назвать студенческим городком. Кстати, проживать ученики смогут в новой служебной гостинице. Сейчас из-за нехватки койко-мест в гостинице техникума студенты вынуждены проживать в общежитии Венсполской высшей школы в гостинице Олимпийского центра, а это для студентов накладно. После реконструкции техникума в гостинице смогут проживать 250 человек вместо нынешних 56. Современными после реконструкции станут не только помещения, но и оснащение техникума. Проекты и строители, по моему мнению, разработали удачный проект, предусматривающий возможности модулировать учебные помещения, менять оснащение. Сейчас педагоги школы вместе с представителями отрасли рассматривают спецификацию оснащения, какое оборудование, соответствующее современному производству, лучше приобрести. Это серьезная задача. Так как масштабные ремонтные работы будут проходить одновременно во всех помещениях техникума, а некоторые корпуса будут сноситься, то учебный процесс будет перенесен в другие помещения города. Ответственные лица заверяют, что поводов для волнения нет. Этот вопрос сейчас является самым актуальным. Как вариант рассматривают помещение бывшего дома творчества, освободившееся здание полиции самоуправления на улице Александра и помещение прежней поликлиники. Строительные работы планируется начать в марте этого года и закончить к 1 сентября 2014 года.